Девушки отдыхают Еще несколько мгновений и дети, радостно вбегающие в распахнутую дверь автобуса, окажутся в новой, жуткой реальности, став заложниками террористов, выдвигающих в стране ультимат. Прошло уже 20 лет с того страшного 1 декабря 1988 года, когда во Владикавказе бывшем Орджоникидзе был захвачен автобус с детьми. Но и сегодня, здесь, в столице республики Северная Осетия, помнят эти бесконечные часы боли и надежды. Кажется, что улица Весенняя сбегает с окрестных гор. Именно на ней расположена 42-я школа. В ее светлые классы, с окнами, глядящими на снежные вершины, часто приходят выпускники. На эту встречу тот 4-й А пригласили мы, чтобы еще раз вспомнить о событиях, едва не оборвавших жизни этих ребят. О преступлении и наказании. Вот так вот удобно? Конечно. Что твоя фамилия? Осатрян. Осатрян, а зовут? Гаяна. Гаяна, да? Я разъясняю тебе, что твой гражданский долг давать правдивые и полные показания суду. Понятно тебе? Да. А 1 декабря 1988 года. Что произошло? Мы вышли с типографии. И стоял автобус. Вдруг подошел. Сейчас мы уже сами в автобусе. Мужчина ей говорит, вы из 42-й школы? Мы говорим, да. За вами приехал автобус. Мы ваши шефы. И дети, ничего не подозревая, побежали к автобусу. Мы сели все, обрадовались, поехали. Ни дети, ни их учительницы не могли даже подумать, что над ними уже нависла большая беда. Мужчина сидел сзади автобуса с овчаркой. Потом вышел он и вытащил обрез и сказал, что мы заложены. У меня первое впечатление о том, что мы все были в пространстве относительно этого слова «заложники». Когда нам это объявили, и мы не могли понять, что от нас хотят. И когда классная руководительница объясняла, она даже не пыталась изначально объяснить, что это такое. То есть, как бы мы долго... Я, допустим, о себе говорю, я долгое время не могла понять, что происходит. Пока не увидели обрез. В то время, на тот момент террорист. Понятие, что было террорист? Не было. Они знали, что это было. На тот момент террорист. Мы же не знали, что у заложники. Да, да, заложники. Помните, да? Мы объясняли. Я еще говорю, а что это такое, заложник? А потом, когда мы начали... Не понять, что от нас хотят. Мы сели все, обрадовались, поехали. Так, еще ничего не понимая, они стали пленниками бандитов. Заложниками. Автобус двигался к центру города. Бандиты вытащили из-под сидений заранее приготовленные канистры с бензином и стали переливать его в банки. А затем эти банки расставили по всему автобусу. Они угрожали произвести взрыв, если что-то пойдет не так. Бензин при нас его переливали, там на пол он разлился. Они курили, спички бросали. Тягостное такое состояние. А когда мы подъехали в каком-то партии, у нас были такие плакаты, мы с типографии взяли, он попросил мне написать на этом плакате альтиматум. Буквально то, что группа вооруженных лиц захватила автобус и просит работника аппарата принести рацию для переговора. Он взял этот лист и вышел с автобуса. Обращение заканчивалось словами «Умоляем спасить». Сегодня это лицей. А тогда здесь размещался обком партии. Террористы передали свои требования властям. ВЗРЫВ 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 Из некоторого времени я услышал какой-то выстрел. Это выстрелил бандит в милицейский автомобиль. ВЗРЫВ Который слишком близко подъехал к автобусу. К счастью, пуля прошла мимо. На большом листе бумаги требование террористов написано, что мы взяли заложников. Наши требования вот таковы. Самолет, деньги и вылететь за пределы СССР. Угрозы были? Угрозы были такого порядка, что сейчас мы спустим голову детскую и это будет продолжаться через каждые полчаса. Вот так будем выгласивать детскую голову. СССР переговорный процесс кто вы, что вы хотите. Ну они назвались в принципе, назвали имена. Ну со мной они как естественно со шпаной послушай полковник ты делай, что мы тебе говорим. Ну короче в таком тоне, что мы хозяева и полковник ты делай то, что мы скажем. Ну пришлось сделать отчасти то, что они говорили. К этому времени удалось выяснить, что возглавляет группу террористов Павел Якшиянц. Трижды судимый. С ним и пришлось вести переговоры Таймуразу Батагу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Требования были жесткие. Для начала освободить из тюрьмы сообщников по другим делам. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА По дороге они потребовали остановиться, как я уже сказал, возле следственного изолятора. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Со следственного изолятора они потребовали освободить двух своих друзей. И я дал команду вывезти этих осужденных. И чтобы они вступили с моим участием в переговоры с этими бандитами. Ну, покойный министр внутренних дел Мацокин, он сделал мне замечание, Таймураз Житогазович, как же так, это прерогатива батюшки прокурора освободить из-под стражи. Ну, я сказал, что мне не до прокурора, мне это нужно сейчас, и сию минуту. Я их освободил. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В той ситуации пришлось пойти на такой риск. Пандит предложил вот этому освобожденному, что едем с нами, вот этот яхшианс, едем с нами, будешь кататься в золотой карете. Он им отвечает, говорит, вы что, ребята, вы сволочи, это же дети, отпустите их. Отпустите, я сяду с вами. А какая вам золотая карета, вы что делаете, почему вы вот именно остановились на детях? И он им начал, как бы, читать урок морали такой, вы что делаете? К этому времени уже весь город знал о случившемся. Я возвращался домой и в районе дворца спорта и труд. Обратили внимание, что вот движение перекрыто, стоит вдали, около лицея, автобус и милицейские машины. Ну, и нас попросили, скажем, идти домой другим путем. Ну, мы по кругу пошли, а в доме уже, ну, молва и зрители, они же всегда сказали, что там захват заложников и подумалось, что вот жизнь так поменялась, что теперь уже заложничество не из исторической такой картинки, что ли, пришло. Это не Лев Толстой и не Хаджи Мурат, а это наша реальная жизнь, это конец 20 века. Тогда, 20 лет назад, тоже была зима. Такая же солнечная и бесснежная. Но люди не обращали на погоду никакого внимания. То, что тогда ворвалось в нашу жизнь, казалось таким невероятным, что затмевало все остальное. Вот я чувствовала, что-то происходит. Иду уже с остановки домой, смотрю, у меня света в квартире нет, а такого быть не могло. Дима должен был забрать младшего сына с детского сада. Я залетаю домой, соседка мне выводит младшего. Воспитатель, говорит, привела малыша. Я говорю, а Дима где? И тут как раз звонок. Кто-то звонил с обкома партии, кто-то из начальства, по поводу того, вот, люди, вы не расстраивайтесь с вашим Димой, все нормально будет, будет все нормально. Я говорю, а где Дима? Я ничего не понимаю. И вот такой звонок до страны с обкома, партии человек. Ну, я понимаю, это с мужем работали вместе кто-то там из начальства. Не знаю я. Потом, немного погодя, уже муж звонит и мне тоже так говорит, ты только не плачь, ты не расстраивайся, все будет хорошо, Дима в заложниках. Вот это слово, во-первых, я не поняла, я до меня так и не дошла. Сначала, как понять слово в заложниках? Я, по-моему, даже просила объяснить, как в заложниках, что это такое. За них потребуют деньги и самолет для вылета за рубеж. Захват заложников это всегда трагедия, но захват детей в качестве заложников это трагедия вдвойне. И для нас, сотрудников группы Альфа, когда мы узнали о захвате школьников, четырехклассников в городе Орджоникидзе, это было, конечно, ударом. Хотя мы всегда готовы к применению силы, к освобождению заложников, но в данной ситуации было очень сложно морально, потому что мы знали, что преступники настроены решительно, мы знали, что они хорошо подготовились, все спланировали тщательно, мы знали, что в автобусе стоят банки с бензином, и малейшая ошибка неправильный ход могли привести к непоправимым последствиям. Поэтому при подготовке операции по освобождению заложников силовой вариант рассматривался как крайняя мера. Павел, мы связались с Павелом. На правительском уровне пришел вопрос. Разрешен вылет или получено разрешение на вылет в Израиль. То есть вот это ваше условие мы выполнили. Спасибо вам большое. Мы готовы вручить вам сумму денег в американских долларов, загрузить вас в самолет, вы сами загрузите самолет, и самолет без посадки вылетит в Израиль. Но при одном непременном условии, что дети будут оставлены здесь. Банда четырех человек, у четырех уголовников захватила школьный автобус вместе с учительными, советчиками и требует первое. В то время громадный выкуп, я не помню, когда они требовали четыре миллиона долларов, и вылет в одну готовую страну, которая не имеет с нами дипломатических отношений. В то время было, как говорится, две страны, как они определили, это Пакистан и Израиль. Лететь в Пакистан террористы не захотели. Они выбрали Израиль. Как был окончательно определенный маршрут следования самолета, я получил указания из Москвы. Первое. Вступить в контакт на самом высоком уровне с руководством Израиля. Второе. Просить израильскую сторону принять самолет. В минеральных водах по-прежнему тревожное ожидание. Аэропорт минеральной воды подготовлено несколько часов по техническим причинам. Повторяю. Аэропорт минеральной воды подготовлено по техническим причинам. Когда приехал автобус уже все было готово. Никто нигде никого не спрашивал кому сколько где куда ставить здесь что чего. Все было расписано заранее и затренировано десятки раз. Поэтому когда автобус сюда и колонна ринулась на площадь сюда перед именом ВД-2 извините срабатывает вся система МВД войска у нас там не войска хоть и так громко не скажешь войска но воинская часть была привлечена там солдаты были вот именно блокирующие кольца вот эти о которых мы с тобой говорили. Они сработали пропускает машину сопровождения первую идет мигалочка милицейская автобус идет с детишками за шторенными окнами и следом мигалочка идет всех остальных раз ребята извините я там первый секретарь не извините товарищ первый секретарь сюда нельзя это зона спец операции затемленный автобус зашторенные окна неизвестность знаем что там дети и огонь вот все что есть этот огонь в любой момент может получать на этом переговоры оборвались террористы потребовали чтобы их не беспокоили до утра и главное чтобы никто не приближался к автобусу иначе произойдет взрыв 2 декабря раннее утро вот уже 19 часов дети продолжают находиться в автобусе захваченным террористами за автобусом ведется постоянное наблюдение операции в таких условиях сигнал потому что боялись что аппаратуру блеск объектива может быть воспринят как снайперский прицел снайперской винтовки преступниками и могут вызвать нежелательные последствия поэтому снимал из-за штор вот такие некачественные съемки когда радиопереговоры себя исчерпали полностью а дальше надо же переступать черту и дальше идут практические действия то есть входить в контракт начинать все-все-все вот так и получилось что когда такая ситуация наступила я и Виталий Андреевич и Виталий давайте я пойду туда в 10 часов утра Шереметьев пошел на переговоры с бандитами в 11-м часу пошел первый раз к этому автобусу первый контакт у нас длился порядка 30 минут встали они другой так сзади за спиной у меня обрез вот сюда почка значит правая разговор пошел от предоставления оружия конечно была сложная первая ходка но я скажу что первая ходка сразу же дала и большой положительный результат потому что я понял что с ними можно общаться я боялся не то что смерти боялись что больше не вернемся домой боялись что улетим в Афганистан или в Израиль и больше домой не вернемся этого боялись я боялась за родителей как они переживали для меня лично страшно было мать не увидеть я единственный с матерью вдвоем выражил и мать не увидит для каждого мать больше всего переживала наверное за свою мать это точно то что я знаю как она реагирует на любые мелочи которые с нами происходят после этого она вообще боялась если я где-то на 5 минут задерживаюсь не так не столько за младшую сестру и за своего брата как наверное за меня наверное уже обожглась можно сказать поэтому кажется все это происходило с ними вчера настолько врезались в память все подробности нам Из-за этого же штанг. А почему? Потому что потом в туалет надо было выходить. Вот вся причина. А они стеснялись. А туалет вообще. Туалет был здесь же, в конце автобуса. Но пользовались им в основном одни террористы. Я попытался забрать жилеты у него, хотя бы пару человек забрать. Но он не отдавал. И только когда я принес автомат, вот тогда он отпустил двоих человек, он правильно все показал. Ну да. Это третий, которого Павел выпустил. Сказал, что Бог любит Троицу, да? Постепенно за эфедрин, значит, я просил. Отпустил шестерых ребят. За каждую пачку по два человека. Торговались, как на рабовладельческом рынке, знаете. Вот. Он сказал, что это очень дорого. Вот, бери по одному. Ну, если бы он мне даже одного дал бы, я, конечно, с удовольствием бы забрал. Вот, я убил троих детей. Значит, когда я принес оружие, в самый, в автобусе, еще там, на той, на старой стоянке, я к Шиянс так небрежно переломил этот обрез вот так, щелкнул мне и показывал. Смотри, Шер, с чем я тебя взял. А там один патрон. То есть, как-то хотел вроде того, что, какой он умный, а мы все тут дураки собрались. Что одним патроном, третий номер, дроби, я тебя мог вроде того, что взял голыми руками, и ты мне и бронежилеты принес, и вооружил меня, и все остальное. Ну, я говорю, ну и что? Что один патрон? За детей, говорю, мы, несмотря ни на какое твое вооружение, ничего, мы тебе дали все, что ты просил. И даем, как видишь, еще пока не подведем. Прибыли и летчики, обреченные стать заложниками. Это следы экипажа. Значит, мы договорились с их Шиянсом, что экипаж должен проверить машину, подготовить ее к вылету, поэтому ему необходимо пройти на борт самолета. Получили такое добро, и я дал команду экипажу подойти, посмотреть машину. Идут переговоры о том, что хватит ли без дозаправки до Тель-Авива. Пилот говорит, что да, достаточно вполне, без посадки промежуточной можно долететь. К этому моменту они затребовали наручники, 8 наручников. Вот я показывал, что ускорьте, пожалуйста, доставку наручников. Но их не могли найти, потом привезли 5 наручников. Хотя я к Шиянсу требовал 8. Вот наручники я несу. Ну, я говорю я к Шиянсу, что вот найдено, доставлено, вернее, 5 наручников. Он их забрал. Я принес ключи, естественно, каждую парень. Должен заметить, что с этим инструментом Павел Леонович умел обращаться. Это ситуация, эпизод, когда за наручники и, по-моему, еще раз эфидриня принес. Вот он отпускает еще. Вот они, видите, не уходят, потому что я их просил все время только слушать мои команды. И они, вот, девочки стоят, ждут, что я дальше скажу. Ну, мы обсуждаем порядок перехода в самолет. Вот она еще и прыгает, видите, как в заложнике идут. Дети, по-моему, в любой ситуации ездят. Это вышел из автобусов Яг Шиянс и Вишняков вдвоем. Оперативники знали уже весь состав этой группы террористов. Во главе ее стоял рецидивист Павел Яг Шиянс, работавший водителем автобуса. Один из его ближайших помощников – Владимир Муравлев. Герман Вишняков – человек без определенных занятий. Владимир Анастасов – работавший бетонщиком в стройуправлении. Сидит обыкновенная спокойная работа, здесь все нормально. Никаких нервных таких моментов пока нет. Но скоро будут. Да, наш Шереметьев перекидывал, он нас передавал с автобуса в самолет. И со мной был еще Царай Фурузмат. И вот он сперва вышел. И стоял, ждал, пока я выйду, и чтобы нас вместе подняли туда, в самолет. И вот когда меня уже с автобуса вытащили, и тут на какой-то момент Шереметьев нам показал, типа, бегите. И вот тогда мы уже поняли друг друга, друг на друга посмотрели, сперва непонятно. А потом уже побежали. И быстрее уже забежали на терминал. Но кто-то среагировал, остановился. Ну, Шереметьев, когда это заметил уже, там, не знаю, кто из них заметил, что мы убегаем, и тот уже начал, ну как, Шереметьев рассказывал потом, типа, как наставил автомат или что-то, и хотел, ну, произвести выстрел. И Шереметьев тогда выбил и получил, прикладал в лицо за это. К середине дня в плену оставалось еще 11 человек. 11 ребят на борту, надо выручать карту. Вот. Я принес еще две пачки эфедрина. Вот. И просил Павла, значит, отпусти. Я прошу детей, значит, мне это не трогай. Вот давай, значит, жену приведешь мне сюда. Я говорю, она не хочет с тобой лететь. Вот затолкаешь, я знаю, что она не хочет, ты вот, мол, затолкаешь ее сюда. Хоть насильно, хоть как. Вот тогда детей заберешь. Ну, после того, как она согласилась, вот я ее повел к самолету. Она вошла, поднялась по трапу туда, к Павлу. Когда бандиты отпустят детей, для Евгения Шереметьева наступит самый опасный момент. Теперь и он станет заложником. Этот вернулся, видите? Смелый ребят. Они уже в таком возрасте рыцари, видите? Ждут своего учительницы. История стремительно приближалась к развязке. Главное, что все дети были освобождены. Казалось, что жизнь начинается снова. Но терроризм не оставит осетинскую землю. От него пострадают и те, кто, казалось, уже пережил свою главную трагедию. И слезам в этих глазах не дано высохнуть навсегда. В 1995 году, тоже в декабре месяце, в детский сад ворвался террорист с двумя гранатами, с которыми моя супруга, когда она была заведующей детским садом, вела многочасовые переговоры. Удалось много детей спасти. Значит, ну, несколько человек, все-таки, четыре человека погибло, четверо было ранено, в том числе и моя супруга. Она получила инвалидность и очень большую психологическую травму. Как-то я у нее спросил, я говорю, а что бы ты сделала, если бы террорист уронил гранату? Она спокойно, не колебля сказала, что бы упала на нее. В результате, расследовав все обстоятельства до детали, она была награждена Ордена Мужества. В 1996 году мой сын Дима оказался в Чечне. Они приняли бой. В этом бою он был тяжело ранен. Командир подразделения вообще пропал без вести. И, как нам сообщили, он был представлен к Ордену Мужества. Но, к сожалению, награда до него так и не дошла. Документы, видимо, затерялись где-то в штабах внутренних войск. Более какой-то судьбы к аналогичному такому же Ордену, которому награждена его мать. Террористам нужно было передать 2 миллиона долларов. В банке не нашлось столько американской валюты. Поэтому пришлось добавлять гульдены, франки, марки. Только после получения денег террористы освободят Евгения Шереметьева. Где-то несут деньги. Мешки довольно тяжелые. Говорю, где-то 12-14 килограмм, наверное, весом. Ждут, когда дадут меня. Вот меня, ребята, ловят. Все. У меня был небольшой сердечный спазм, наверное, поэтому я часто... ...последняя попытка остановить бандитов. Отец с тобой будет разговаривать. Бабладин, доброе утро. Доброе утро. А в этот момент все уже было готово к захвату самолета. Нам поступила команда. Мы порядка километра проползли по сугробам в хвост самолета, чтобы нас не заметили, в маскалатах, в полном снаряжении. Это, поверьте, это очень было тяжело. Но мы готовы были к штурму, готовы были наказать этих подонков. И вот, представляете, в самый последний момент, когда уже мы были у хвоста самолета, самолет стал выруливать на взлетную полосу. Здесь было и разочарование отчасти, и злость. Но почему это было? Мы не знали, что велись переговоры с Израилем. И мы не знали, куда самолет улетает. Но он улетел. Экипаж под руководством летчика первого класса Александра Башкова поднял самолет в воздух. Курс Тель-Авив. Маршрут через Турцию и Гипр. А в это время дипломаты пытались согласовать вопросы задержания и выдачи бандитов. У нас не только не было соответствующих соглашений и выдачи террористов, но и другие подношения. Поэтому здесь вся сложность состояла в том, что надо было решать все вопросы на уровне какой-то импровизации. Израильтяне восприняли ситуацию очень серьезно. После того, как мы их информировали о вылете самолета, буквально сразу же мы получили добро на посадку этого самолета в военные части аэропорта. Естественно, готовились и спецчасти, которые должны были осуществить захват. Самые напряженные минуты были, конечно, когда мы узнали, что самолет сел, самолет выключил огни, прекратил радиосвязь. К нему направилась израильская группа захвата. Явление террористов из Советского Союза стало сенсацией. Об этом писали все израильские и не только израильские газеты. Ну, что касается угонщиков, вначале у них настроение было весьма радужное. Вот они спустились с самолета и стоят рядом с мешками денег. Вот они веселые, улыбающиеся, направляются на допрос. Вот они беседуют с министром обороны Израиля с Хаком Рабиным. Ну, нужно сказать, что бандиты поразили израильтян своим ископаемым пещерным интеллектом. Глава банды, разобравшись, кто тут главный, прямо с ходу предложил израильскому министру обороны миллион долларов, то есть половину из того, что они захватили за хорошее обхождение. Израильтяне были неприятно поражены, и все это, естественно, работало на нас. Израильтяне убеждались, что та информация, которую мы передали об этих бандитах, она соответствовала действительности. Это просто бандиты. Тем не менее, голоса членов правительства разделились. Одни предлагали судить угонщиков здесь, в Израиле, другие соглашались на депортацию. Победили последние. Уже прибыл второй советский самолет с сотрудниками КГБ в Тель-Авив. Казалось, все улаживается. И поймите саму обстановку. Я вижу два самолета на парах. Мы все видим, в четырех воронках сидят угонщики, когда мы проезжали, все это видели, все это происходит на израильской военной базе. Только осталось только передать, поблагодарить израильских коллег и улететь. Что же происходит? А происходит следующее. Господин Анук говорит мне, что принято решение правительства Израиля, и ссылается при этом на премьер-министра, о том, что угонщики будут освобождены только в том случае, если советское правительство даст гарантии, что в отношении них не будет применена высшая мера наказания, то есть расстрел. Почему? Потому что высшей меры наказания, смертной казни нет в Израиле. Пришлось срочно связываться с Москвой. Но такое решение можно было принять только на самом высоком уровне. А президент Горбачев в это время находился в Америке. Я понимал, что, совершенно отчетливо понимал, что я превышаю свою полномочия. Переговорил с господином Ануковым, сказал, ну хорошо, в данной ситуации, вы понимаете, блокировка. Я ссылался на то, что в Москве никого нет, руководство нет. Хотя я понимал, что если даже было руководство, то все равно трудно принять решение. Только суд может решать. Если я напишу такое заявление, от чего имени, спросил господин Ануков? От имени, как руководитель конской группы МИД СССР. Нет, у меня четкое указание, что заверение должно быть дано от имени правительства СССР. И тогда Мартиросов решился на крайний шаг. Ну и подумав, попросил план бумаги, начали согласовывать текст заявления, который бы устраивал израильтян. Бумаги не оказалось, пришлось писать на бланке израильской военно-воздушной базы. Написали, сочинил такой текст заявления, Ануков сидел рядом. Текст такой, что, как представитель правительства СССР, гарантирую, что в отношении этих лиц не будет применена высшая мера наказания. Террористы, теперь уже под конвоем сотрудников спецподразделений КГБ, вновь поднимаются на борт самолета аэрофлота. Сюда же загружаются деньги, 2 миллиона долларов и оружия. Проблема международного терроризма сейчас уже, наверное, приобретает глобальные масштабы. Ни одна страна в мире не застрахована от подобных проявлений. И здесь очень важно, чтобы все страны, все правительства выступили единым фронтом. Вот как несколько примеров. Та же ситуация с Израилем. Когда израильская страна приняла самолет с террористами, вот, обеспечила их выдачу, но не все знают, что представители американского консульства и американских спецслужб не хотели, чтобы израильская страна выдавала этих преступников. Израильская страна говорила нашим сотрудникам, которые за ними прилетели, давайте побыстрее все оформляйте, потому что события могут развиваться не по-лучшему для вас сценарию. И все очень быстро было сделано. К нам израильская страна пошла нам навстречу, хотя там непростая ситуация была. Самолет берет курс на Москву. Москва. Аэропорт Шереметьево. Сюда 3 декабря 1988 года были доставлены 4 террориста, захватившие автобус с детьми, возвращены были и деньги. И он сказал, сядь, пока я тебя не убил. Да, Инна, скажи, пожалуйста, вы и ночью были в автобусе, да? Не ночью. Спали ночью? Я не спала. Не спала. Страшно было? Страшно. Судебная коллегия приговорила Якшиянца Павла Ливоновича Якшиянца приговорили к 15 годам лишения свободы. Из них первые 10 лет в тюрьме. Остальные участники этой группы осуждены на 14 лет колонии каждый. Страшно было, чем... И после того, как я увидела маму, я просто расплакалась. Понимаете, около школы у нас море людей встречало, когда мы подъехать не могли на автобусе. Такое количество людей было. у нас и наши мальчики проявили такое благородство. И когда Якшиянц сказал, что можно отпустить одного человека, мальчики сразу же сказали, что это должна быть девочка. И мы все вместе сообщали, решили отпустить Ивелину Чебакалури. Потому что она, ну, как-то была самая хрупкая, самая маленькая. Я помню, как Марат наш, Бутаев, он меня утешал, гладил по голове, утешал мне. Он говорит, бедненько, ему не платье. Все будет нормально. Они собираются каждый год. На этих любительских кадрах, снятых 10 лет назад, одноклассники вспоминают о страшных, но, казалось, навсегда ушедших в прошлое днях. Тогда многие были уверены, что такое не может повториться. Но впереди будет Беслан, унесший 331 жизнь. Все жертвы этой трагедии будут похоронены на одном кладбище. У каждой могилы всегда цветы. И когда приходишь на это кладбище, все кладбище в обелисках детишек. И посередине кладбища есть обелиск нашим офицерам, Альфа и Вымбела, в самом центре кладбища. И он очень какой-то символический. Каска спецназовца, автомат и маленький мишка. То есть, это благодарность родителей, которые могли бы, ну, сказать, как же так, вот вы, там, такие профессионалы не смогли спасти наших. Даже родители понимают, что в этой ситуации другого пути у ребят не было. Трагедия под названием терроризм, начавшаяся 20 лет назад, продолжается и в наши дни. Все вместе мы пришли к этому скорбному месту. А ведь так же могли погибнуть и они. Эти ребята, оказавшиеся в 1988 году первыми заложниками в новейшей истории страны. Дети из захваченного террористами автобуса выросли. Им было по 10 лет, когда они впервые услышали это страшное слово «заложник». Сегодня они пришли поклониться тем, кто остался детьми навсегда. «Заложник». Ежегодно в мире происходит около 15 тысяч террористических актов. Но ни одна, даже самая благая цель не может оправдать страданий. Тем более убийство ребенка. Они должны были стать первыми жертвами. 1988 год. Четвертый А. Смотритесь в эти лица. Они и сейчас вместе. Их породнила общая беда, общая трагедия. Эти дети стали взрослыми уже тогда, в 1988 году. Они знают, что дружба и жизнь бесценны, что у зла нет национальности, а мир только кажется большим. почти каждый житель Осетии найдет здесь своего родственника. Дочка моего двоюродного брата. 20 лет назад девочке Золине удалось вырваться из рук террористов, но спустя много лет ее родственница, ученица Бесланской школы, погибла. Так одна драма кровно связалась с другой. И этот памятник не только жертвам Беслана. Он всем пострадавшим от терроризма, погибшим и выжившим. Он и тем, кто участвовал в спасении заложников, как 20 лет назад были спасены и и не вероятны. Продолжение следует... Продолжение следует...